Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Гарничлайф. Меня зовут Игорь и я увлекаюсь водородными технологиями. Вы наверное помните, в том году я напечатал большой генератор БТГ, который я непосредственно начал тестировать. Поставил у него магниты, которых было почти 5000 штук. И результат не оправдал надежды. Если вы помните, я не предусмотрел возможность установки пермалоя и были еще ряд каких-то замечаний. Ролик оказался интересен, так же, как и моя работа. И я решил устранить все косяки и напечатать новую конструкцию. И вы не поверите, это было очень сложно. Во-первых, найти возможность напечатать. Во-вторых, повторить технологию, которую я хочу повторить. Вот с вами, друзья, мы видим вот такой барабан под магниты. Изначально, в связи с тем, что печатать под магниты 10 миллиметров это очень дорого, я решил видоизменить конструкцию и сделал отверстие под 5 миллилитровые магниты. И я понял, что это еще одно удорожание будет, потому что мне надо будет каким-то образом купить хреновую тучу этих самых магнитов. У меня уже есть в наличии 10 миллиметровые магниты, поэтому, поэтому я попросил ребят, они мне напечатали, я вам, кстати, про этих ребят сейчас более детально расскажу, они мне напечатали 5 миллиметровый барабан с 5 миллиметровыми отверстиями, но мы решили с ними сделать все-таки по 10 миллиметров. И причем, самое интересное, это те же самые ребята, которые мне в свое время напечатали форму для мыла. Если вы не в курсе, у меня есть водородное мыло, оно называется также, как и YouTube-канал Гарнич. И ребята для меня в свое время разработали для него форму. Получилось очень прикольно, поэтому, если вы вдруг где-то в Литуале сейчас увидите это мыло и купите его, знайте это благодаря этим ребятам. И вот оно, вот, друзья, элемент конструкции, про который я вам говорю. Здесь уже 10 миллиметровые отверстия и из этих модулей будет собран и ротор и статор. Вот деталь ротора у нас, аналогично с отверстиями и сделано, на самом деле, очень круто. То есть, если вы посмотрите четко, как чечетко. Особенность конструкции. В ней мы предусмотрели ряды отверстий с определенным шагом, что позволит магнитам, которые не статичны будут, менять положение в роторе и в статоре. Тем самым получать энергию, которую, по идее, ну, повторюсь, это чисто теория. Я не сторонник плоской земли или еще каких-то теорий заговора, но я сторонник того, что у магнитов можно забрать энергию и перевести ее в механическое движение. Это, в свою очередь, нужно сделать максимально деликатно. Вот для этого как раз мы с вами и напечатали эту конструкцию. То есть, у нас магниты и в роторе и в статоре будут менять свое положение относительно друг друга и будет приобретаться сила, которая и должна будет совершить механическое действие. То есть, в роторе это должно быть вращением. У нас сами отверстия имеют определенный угол, как я говорил, определенное смещение, что и позволит нам с вами, по идее, заставить эту конструкцию работать. Но, на самом деле, дело за малым остается. Надо теперь эти все магниты установить, а это, ну, какой-то большой период времени уйдет, потому что в совокупе их будет более 5000 штук. И один очень-очень важный аспект. Из-за того, что у нас большая площадь работы, ну, то есть, кто-то в комментариях под прошлым видео писал, а почему ты именно берешь большие магниты, почему ты делаешь большую конструкцию? Это затратно, это сложно. Я объясню. Смотрите, если у магнита большая площадь, с ней проще играть, проще ее подстраивать так или иначе для того, чтобы добиться какого-то результата, нежели если бы это были просто маленькие магниты, тогда бы я, в свою очередь, чуть ли не там на какие-то микроны, ну, даже не микроны, наверное, на небольшие какие-то участки должен был смещать эти магниты относительно друг друга, чтобы добиться результата. А это очень тяжело, не имея какой-то более мощной лаборатории и каких-то более точных роботов, потому что человек физически просто не сможет выставить магниты таким образом, чтобы они образовали какую-то энергию. С большими магнитами, с большими площадями все гораздо проще. То есть мы заранее предусматриваем ряд отверстий, шаг и при желании мы можем полярность менять, что, в свою очередь, я и планирую сделать. То есть даже несмотря на то, что если все это собираю и оно не будет работать, это не значит, что оно не может работать. Это значит, что нужно будет играть с мощностью магнитами, с количеством их, потому что, если вы помните, у меня эти магниты имеют габариты 10 миллиметров в диаметре и они толщиной у нас 5 миллиметров, то есть мы можем их наращивать и тем самым добиться каких-то результатов. Я думаю, в следующих видео мы, ну, и мы, и вы увидим, что из этого выйдет. Кстати, вот даже видно шаг, видите, вот отверстия неровные и, вот, сам рисунок тоже получается неровный. В общем, друзья, вот такая интересная штука у нас получается и самое интересное, почему сейчас, ну, вы, скорее всего, уже в августе будете смотреть 24 года. Прошлый мой ролик вышел в 23 году, тоже летом. Почему год, ну, как так, ты вот ту показал и только через год ты появляешься с новой конструкцией. Да все очень просто. На самом деле, повторюсь, друзья, найти исполнителя, чтобы он сделал качественно и чтобы он сделал то, что вот непосредственно мне нужно было, это было очень сложно. И мне очень повезло, я нашел очень крутую компанию. Они действительно, ну, прямо монстры. То есть смотрите, какие крутые вещи они делают. Просто посмотрите. И они даже мне напечатали с 5-миллиметровыми отверстиями довольно оперативно. То есть сзади меня вы, наверное, видите энное количество принтеров у компании. Компания называется 3D-Buzz. Вот здесь вот сейчас появится надпись. Вот тут вот. А вот эти ребята, они довольно серьезные, оперативные. У них огромная перечень работ. И самое удивительное, что энное количество принтеров. То есть быстро, качественно и очень круто, очень круто они выполняют задачи. То есть они вот печатают даже вот такие довольно изогнутые и сложные формы вещи. Я под видео оставлю их реквизиты. И если вам вдруг по какой-то причине надо будет что-то подобное распечатать, что-то такое же замороченное, как и мои конструкции, то вы смело можете обращаться к ним. Значит, друзья, я вам сейчас еще покажу. Мы, я по секрету вам скажу, я вам по секрету. Мы прямо у них сюда приехали забирать конструкции и решили быстренько снять видеоотчет, рассказать вам, что ничего я не бросил, что доведем до ума, проверим мою теорию, гипотезу. Будет у нас это работать или нет. И я вот так вот быстренько решил здесь это все дело подснять. Рассказать, показать, объяснить. Ну и дальше с вами мы будем теперь это все дело собирать. И я сейчас кто-то напишет, что братан, ну ты опять тратишь время. Есть такие у меня подписчики. Но я знаю точно, что очень многим из вас интересно, заработает ли эта штука или нет. В общем, будем ее собирать. Реквизиты, как я говорил, этих ребят 3D-баз будет снизу. И вы можете смело обращаться. Вот. В общем, такой небольшой спонтанный ролик. Полный ролик, я думаю, будет, когда я уже буду собирать. Ну и вам спасибо за просмотр. Спасибо, что вам это также интересно. Мира над головой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok